Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Наталья Барышова, один из организаторов фестиваля «Подснежник». Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Насколько знаю, это фестиваль для поддержки детей с ограниченными возможностями. Совершенно верно. Наш фестиваль «Подснежник» стартовал 21 марта, в Международный день людей с синдромом Дауна, и заканчивается он 2 апреля, в день информирования людей об аутизме. Фестиваль проходит в первый раз или это уже не первое мероприятие такого рода в нашем городе? В этом году проходит второй фестиваль. В прошлом году мы провели фестиваль в первый раз и поняли, что он очень востребован, нужен нашему городу, региону в целом, и поэтому с новыми силами принялись за организацию вот такого второго масштабного мероприятия. А во второй раз легче? Вы знаете, с каждым разом появляется все больше и больше идей, которые хочется реализовать, и когда мы разработали программу еще и в рабочем виде, мы сначала подумали, ну, наверное, мы не справимся, потому что помимо научно-практической конференции, кинопоказов, фото-выставок, различных мастер-классов, вебинаров, открытых благотворительных концертов, было много-много еще внутри такой рабочих встреч, встреч различных моментов, которые позволили нам наиболее полно поднять ту проблематику, которая на сегодняшний момент существует в городе, и показать те положительные моменты, которые уже наработаны. Ну вот, кстати, то, что фестиваль уже второй по счету, он стал как-то масштабнее, какие-то уроки из первого недочета, может быть, были извлечены? Вы знаете, самый главный урок, который мы извлекли, и теории, которой мы придерживаемся, хорошие дела надо делать всем миром. Поэтому в этом году мы привлекли большее количество коллег, большее количество организаций. Мы в этом году его также сделали межрегиональным, и у нас расширилась география. Кроме гостей из Москвы, Московской области, в фестивале поучаствовали специалисты из Пскова, из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга. И это нас очень-очень радует. Ну вот, а с 21 марта по 2 апреля, ну это большой промежуток времени, да? Что все это время происходит, вот если вкратце? Ну, если вкратце, было торжественное открытие 21 марта, открытие фотовыставок, и кинопоказы, на которые мы пригласили не конкретных людей, а обратились просто к горожанам. Учитывая опыт прошлого года и понимая то, что сообщество специалистов уже в достаточной степени владеет информацией, владеет методикой, уже обменивается опытом, мы поняли, что готовы специалисты работать с такими детьми. Понятно, что нужно повышать их уровень компетенции, но тем не менее готовы. Готовы родители этих детей приводить их в учреждения различных ведомств, чтобы там получать поддержку. Но не готовы люди. До сих пор ребенок, выглядящий иначе, мы их называем солнечные дети, именно эти дети не выражают никакой агрессии и воспринимают мир даже во взрослой жизни, как дети, глазами детей. И мы поняли, что общество не готово. Поэтому первое мероприятие открытое было направлено на то, чтобы к нам пришли простые люди, жители, и посмотрели фильм, короткометражный фильм, показывали о взгляде с другой стороны, если бы в городе были только одни люди с синдромом Дауна и один взрослый человек, как бы он чувствовал тогда себя. И второй фильм «Я по китан», рассказывающий о судьбе детей с синдромом Дауна в разных странах. Мы, к счастью и к своей гордости, провели, конечно, большую работу по информированию населения. У нас работали и группы в социальных сетях, и мы раздавали листовки, приглашали, задействовали сайты. У нас был полонзал. И это было очень приятно, потому что после фильмов прошло обсуждение, и люди дали обратную связь. Для некоторых эти фильмы были откровением, потому что так они себе не представляли. И потом мы разместили эти фильмы в соцсетях, чтобы все остальные люди могли посмотреть в домашних условиях эти фильмы, потому что это очень-очень важно. Но на сегодняшний момент скажу, что в группе у нас 8,5 тысяч просмотров, и это радует. Просмотров много, но вот репостов в разы меньше. Это говорит, что люди пока думают. И не каждый отваживается сделать репост на своей странице именно с фотографией необычных детей. Поэтому это для нас еще маркер того, что работать нужно продолжать. Наталья, ну вы делаете замечательное дело, благое дело, хорошее дело. Почему вообще вы это делаете? Каждый специалист, наверное, в своей жизни проходит через этап становления. У кого-то он проходит более сглаженно, у кого-то по-другому. Я, например, пришла в сферу работы с детьми с ограниченными возможностями, имея профессию переводчика, учителя немецкого и английского языка. И в 2010 году к нам обратились наши партнеры из города Побратима Мюнстера, которые сказали, у нас есть интересные методики работы с детьми с ограниченными возможностями. Мы хотели бы поделиться с ними, с вашими специалистами. Возможно ли это? Давайте делать проект. Ну давайте. И тогда, когда я сказала в 2010 году давайте, я не думала, что жизнь переменится. Проект дал возможность выехать специалистом в город Мюнстер и посмотреть, как там реализуется эта работа. У нас было 4 делегации в город Мюнстер, к нам приезжали делегации из Германии. И масса мероприятий обучающего характера, всякие мастер-классы, все это возможно. И вот поездки туда и жизни этих детей в Европе, вот это тот момент, который заставил меня задуматься. А затем уже прийти к решению, что нужно получать второе высшее именно в этой области, в области работы с детьми, с особыми детьми. Я стала коррекционным педагогом. И нисколько не жалею, потому что для меня лично и для моих детей, ну, к слову сказать, у меня их трое, это очень хороший показатель, как надо жить. Потому что когда первый раз мои дети встретились, например, с детьми с расстройством аутистического спектра, целый день дома было молчание. А потом был только вопрос, мама, а почему они такие? Они же такие большие, а как дети? Почему? И вот это почему настолько стало переломным также для моих детей. Я благодарна судьбе за то, что они растут у меня людьми нечёрствами, с открытой душой и потихонечку также вливаются в качестве волонтёров, в качестве поддержки в нашей общественной деятельности. Я думаю, что у людей просто хотя бы будут открыты глаза, они перестанут прятать голову в песок. Часто такое бывает, когда действительно идёт человек, видит ребёнка какого-то, они просто отводят взгляд. Совершенно верно, совершенно верно. Хочется, чтобы не было деления на таких и не таких. Вот этот маркёр, когда мы говорим «ребёнок совы за или ребёнок инвалид», хочется, чтобы он вообще ушёл. Потому что даже среди здоровых людей мы можем сказать, кто-то умеет водить машину, а кто-то не умеет. Но от этого не уменьшается равнозначность ни одного и ни другого. Или у кого-то нос курнулся, а у кого-то нет. Хочется, конечно, чтобы пришли мы к этому и делаем всё возможное. Например, проведём «Подснежник», начинаем новый проект. И в мае двое детей синдрома Дауна 16 и 18 лет поедут в Мюнстер в рамках обмена. И у нас состоится трёхсторонний проект. Германия, Россия и Польша. Из трёх стран соберутся именно такие дети. И мы будем смотреть новые методики работы с ними в области арт-терапии. А в результате будет выставка, которая пройдёт в трёх странах. И у нас в Рязани она состоится тоже. У нас, по-моему, пару лет, наверное, как закон о инклюзивном образовании для детей. Совершенно верно. Насколько вообще в нашем городе это развивается, развито. Ну, на самом деле, наверное, не каждый отдаст, особенно в ребёнку, в школу. И в школе тоже, наверное, всё-таки у нас к этому ещё не готовы. Чтобы необычный ребёнок учился наравне со всеми остальными. Как делался это? Ну, вы знаете, с сентября 2017 года родители имеют право привести особого ребёнка в любую школу и в любой класс. В том числе обучаться станут дети, которые ранее считались необучаемыми. Но с этим термином мы боремся. Необучаемых детей нет. Даже детей с ментальными нарушениями можно научить. Нужно только применять адекватные методики. Конечно же, это медаль о двух сторонах. С одной стороны, конечно, это реализация права на то, что ребёнок будет существовать в коллективе со своими сверстниками. Но мы знаем, какая нагрузка в школе идёт. И здесь родителям нужно принимать взвешенное решение, чтобы в любом случае не навредить своему ребёнку. И поэтому мы призываем родителей сначала взвесить все «за» и «против», и потом уже принять это решение. Потому что, например, для детей с аутизмом пребывание в течение одного урока в школе назначено тому, что он целый день простоит в Москве на оживлённом перекрёстке. Эти 45 минут, они будут для него именно такими. Поэтому мы призываем родителей не махать флагами и не требовать того, что может навредить ребёнку, а принять взвешенное хорошее решение. Потому что у нас есть школы, в которых эти дети обучаются, в которых они прекрасно социализируются. И поэтому идти ли в общеобразовательную школу или выбрать специальную коррекционную школу, где создаются условия уже много-много лет – это, конечно, выбор за родителями. Но вот как специалист я могу сказать, что здесь нужно очень серьёзно думать. Ну и, наверное, нужно ещё какое-то время должно пройти, чтобы даже дети в школе были готовы к тому, чтобы с ними учились всё-таки особенные дети. Совершенно верно. Здесь даже в большей степени не дети, а скорее родители этих детей. Потому что, как показывают совместные мероприятия, которые мы проводим, дети у нас хорошие. Они принимают этих детей, они их помогают. Мы можем говорить ведь сегодня не только о синдроме Дауна. Это дети из ДЦП, которые передвигаются в инвалидных колясках. Спектр ограничений здоровья и инвалидности настолько разнообразен, что это не только вот эти солнечные дети. Поэтому родители, не имея возможности контактировать с такими детьми и не видя это, они, конечно же, воспринимают это с неохотой. Хотя есть тоже сдвиги. И к нашей большой радости вот уже второй год при поддержке управления культуры администрации города Рязани на общегородских праздниках, которые проходят на улице Почтовой, или в этом году был праздник около МКЦ в день 4 ноября, день Единства России, в этот день выделяется центральное место для инклюзивных проектов. Что значит инклюзивных? Когда здоровые дети вместе с детьми с ограниченными возможностями совместно могут заниматься каким-то делом. Мы, например, проводим конкурсы рисунков на открытом воздухе, и здесь нет различий. Искусство – это та область, в которой каждый ребенок может себя проявить. Поэтому в городе есть хорошие примеры, и люди прекрасно реагируют и подходят, и помогают, и подбадривают, и болеют за то, чтобы кто-то занял первое место, кто-то оказался лучше. То есть, конечно же, всегда остаются те, кто будет аутсайдерами и до конца, может быть, не будет верить в то, что от этого выиграют. Но мы уверены, в большей степени это нужно здоровым детям, чтобы они росли нечерстыми, чтобы они могли сопереживать, чтобы они могли помогать. И от этого просто изменится облик всего общества в целом. Ну что ж, спасибо вам, Наталья, огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Наталья Барышова, один из организаторов фестиваля «Подснежник». Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова